Конфликт в Крыму Между Украиной и Россией стал приобретать особенные черты – безумное психологическое давление и отсутствие огневых столкновений. Именно такое сочетание в истории военных конфликтов является редкостью. Россия пытается подмять полуостров методом ползучей оккупации. Москва параллельно со всеохватывающей информационной войной применяет в этом конфликте и широкий спектр специальных операций, которые присущи скорее тайной полиции, чем армии. Из оперативных данных стало известно, что россияне заполучили базу данных личного состава военно-морских сил Украины, в которой указываются все адреса и телефоны, личные данные членов семей военнослужащих. Вполне возможно, что эту базу данных россиянам передал Иуда современности, предатель Денис Березовский. Кремль намевается использовать ее для запугивания семей украинских военных, для оказания давления на самих солдат и офицеров. Очень это похоже на стиль КГБ, на стиль Владимира Владимировича. Украинские военнослужащие постоянно подвергаются различным попыткам вербовки. Их склоняют к предательству, сулят высокие зарплаты, угрожают расправой. Оставаться на территории части и не выполнять этих приказов. Зарплата уже я тоже решил, с какой вам будут платить и кто-то обеспечивает. То есть на сегодняшний день, я вам просто сейчас на пальцах объясняю, реально возникает ситуация. Значит, я выступаю от роли и сразу вам всем говорю, АРК Крым. Но здесь Москва просчиталась. Никто не ожидал, что украинские военные, о которых 23 года государство вспоминало по остаточному принципу, вдруг проявят чудеса стойкости и верности присяге. Когда милиция, СБУ и прокуратура в отдельных городах Крыма присягают на верность самозванцам, украинские военные, находясь на осадном положении, держатся. Москва активно применяет в Крыму наемников, набирая их по всей России. Именно они штурмуют воинские части. Именно они пытаются проводить диверсии. Именно они разгоняют антивоенные мирные женские демонстрации в Крыму. Снимали плакаты, разогнали, оттеснили нас на эту часть улицы. Самое неприглядное в этом то, что именно на российских военных будет направлено все недовольство местного населения. Именно российские армейские офицеры и солдаты будут страдать от презрения и ненависти. Ведь они стоят и действуют у всех на виду, пусть и без знаков отличия и в масках. Но все знают, в армии какой страны служат эти люди. Спецслужбисты Путина действуют скрыто. Они не носят масок, потому что это им не нужно. Их не видно никому. А армию опять предали. Сделали объектом ненависти. Презрение подставили под позорное клеймо оккупант. Продолжение следует...